Минического общества интернет в электронных процессах современной России. Хорошо. А потом вопрос Липецкой газеты. Да, пожалуйста. Презентацию можно включить? Уважаемая Элла Александровна, уважаемые коллеги, добрый день. Презентацию ждём. Где презентация? А вот. Нет. Так, кто там отвечает? Да, вот, пожалуйста. Пошёл, пошёл. Сейчас. Да, меня зовут Виталий Павлович Ермолаев. Я представляю НСО «Интернет в электронных процессах современной России» при кафедре «История общественных движений и политических партий» «Исторического факультета МГУ». Сегодня я хотел поговорить о политическом СММе и электоральной журналистике. И прежде чем мы начнём, я хотел бы маленький опрос провести. Кто знает, что такое СММ? Вообще, поднимите руку, пожалуйста. Хорошо, больше половины зала. А кто не знает, что такое СММ, тоже поднимите руку. А остальные? Хорошо. Мы сейчас послушаем. Хорошо. Ну, я смотрю, что на самом деле процентов 60, где-то 70 знают, что такое СММ. Давайте я тогда расскажу для тех, кто не знает, что это, и расскажу о перспективах СММ. СММ в переводе с английского – это social media marketing. То есть это маркетинг в социальных сетях. И его есть два типа. Есть коммерческий СММ и в нашем случае, соответственно, политический. И вот сегодня мы об этом будем говорить. В 2021 году у нас с вами произойдут серьёзные изменения, пройдут первые электронные выборы. И избиратель сможет голосовать через интернет, не выходя из дома. То есть он сможет голосовать с десктопа. Извините, а вы уже это решили? Нет, я извиняюсь, вы не решили. Но вы дали нам надежду в прошлом году, что у нас, возможно, будут в 2021 году. И мы на самом деле все, всё сообщество, которое живёт выборами, да, мы сильно надеемся, что всё-таки это произойдёт. Потому что, ну, другого варианта не должно быть. Я думаю, что это откроет новые возможности. И вот мы сейчас поговорим об этих возможностях. То есть мы с вами сможем голосовать через наши смартфоны, то есть не выходя из дома. И к чему это приведёт? Это приведёт к тому, что на выборы придёт тот избиратель, который раньше не ходил. То есть это молодой избиратель среднего возраста, и, соответственно, борьба за него станет такой очень серьёзной. И интернет, и социальные сети, они станут самой главной ареной борьбы за избирателя. И в этой новой реальности роль электорального журналиста, она кардинально изменится. Журналистам придётся отслеживать предвыборные кампании в интернете и соцсетях, а не только в офлайне, да, то, как происходит сегодня. Всё нормально? Чтобы остаться на плаву, журналистам придётся осваивать те инструменты работы в соцсетях, которые уже давно используются в СММ в бизнесе. Уже сейчас есть СММ-инструменты для работы в соцсетях, которые позволяют выявлять реальные запросы избирателей для сравнения их с декларируемыми запросами в предвыборных программах, отслеживать в текущем режиме изменения в предпочтениях избирателей. Ну и наиболее продвинутые смогут даже формировать эти предпочтения через социальные сети в желаемую сторону, что также необходимо сотрудникам пресс-служб, пиарщикам и так далее. С помощью этих СММ-инструментов журналист получает прямой доступ к актуальной и достоверной информации о настроениях в обществе. И у него есть возможность сравнивать реальные цифры по предпочтениям избирателей из соцсетей с информацией, которая представляется, например, пресс-службами кандидатов или партий. Если раньше электоральный журналист был скорее передаточным звеном, транслятором чужих данных, ну не всегда понимая, что вообще на самом деле происходит, то сейчас в новых условиях он становится обладателем ключа к реальной информации, достоверной, важной информации, которую он может сам анализировать, выдавать интерпретацию входящих данных нового уровня. В этих новых условиях электоральный журналист становится одной из незаменимых фигур в предвыборном процессе как для избирателей, которому важны перемены, так и для участников предвыборной гонки, которому важно знать, какие именно перемены ждет избиратель. И заменить такого журналиста новостным роботом-автоматом будет уже невозможно. Такие новости – это настоящая журналистская работа, а не просто автоматизированный рерайтинг чужих данных. Ну и из толпы остальных журналистов вы сразу же переходите на другой уровень востребованности в профессии. К сожалению, формат моего выступления сегодня не позволяет дать все инструменты, да? Ну вот у меня по анализу… А почему? Давайте мы подождем. Нет, я извиняюсь. Если вы готовы, мы готовы послушать. Нет, я не готов, объясню почему. У меня есть мой курс СМО политологии, который я два года преподаю в МГУ уже, и вот по инструментам анализа у меня есть пять занятий, и каждое занятие от часа до полутора часов. То есть для того, чтобы это перечислить, это на самом деле достаточно много. Поэтому я предлагаю провести на самом деле для журналистов, для кого это очень актуально, провести бесплатный мастер-класс в онлайне, когда они приедут домой, в спокойной атмосфере они смогут, соответственно, зарегистрироваться по QR-коду и, соответственно, пройти этот небольшой такой мини-курс, после чего они смогут сами самостоятельно анализировать то, что происходит в социальных сетях. Я сама готова пройти этот мастер-класс. Да, и эта информация, регистрируйтесь обязательно. Да, записали, взяли вас на карандаш. Да, вы у себя тоже. Информация будет еще, на самом деле, в группе организатора, так что вы сможете и там по прямой ссылке перейти и, соответственно, присоединиться к нашему мастер-классу. Настоятельно рекомендую. Аналогов пока таких как бы нету, да, нашему курсу. И давайте вернемся к нашим SMM-инструментам. Хочу вот просто иллюстрацию такую небольшую показать того, что можно делать. Ну, это прям реально маленький какой-то элемент. А после курса, да, после этого мастер-класса, я думаю, что вы сможете там глубоко уже копать. Вот давайте посмотрим просто по федеральным партиям в соцсетях. Ну, здесь на основе, вначале там ВКонтакте. Почему ВКонтакте? Потому что самая крупная социальная сеть в России, да. И в регионах у нее там альтернативы практически нету. И здесь мы с вами видим, да, что партии пока слабо пользуются этими возможностями. Даже парламентские федеральные партии не показывают вот ту необходимую активность, необходимую в преддверии 2021 года, да. И они показывают реально низкий охват от 0,8 до там 2 с процентами охвата своего избирателя через социальные сети от числа проголосовавших. Для сравнения, вот альтернатива для Германии, которая в прошлом году серьезный рывок сделала, да, она смогла консолидировать на своих ресурсах в Фейсбуке, на своей странице 46% всех избирателей. То есть это самый такой высокий показатель, да, которого не было даже у Трампа, который победил, да. Ну и по Ютьюбу, нижняя табличка, да, видно, что там ситуация еще хуже среди федеральных партий. Но при том, что у нас есть куда расти в целом по России, у нас есть уже на самом деле положительные примеры. И вот это один из таких примеров, который, казалось бы, там в глубинке, да, там в Сибири, в Туве. Но тем не менее, здесь следует отметить, что сотрудникам пресс-службы, тоже отчасти электоральным журналистам, удалось поставить работу, выстроить надежные коммуникации с местным избирателем. Нет, Тува, насколько я понимаю, это по-тувински, а по-русски это Тува. Нет, Тува, официальная. А, официальная Тува, да? Ну, значит, я, может быть, упустил. В наше время это называлось Тувой. Хорошо. Буду иметь в виду, переправлюсь. И здесь следует отметить, что они построили за несколько лет серьезную работу в социальных сетях, и, соответственно, они показывают оперативно те проблемы, которые есть в республике. Они находят их через социальные сети. Это мы тоже с вами, кстати, рассмотрим, как это делалось, да, там, буквально за 15 минут. Оперативно реагируют на них, на месте решают проблемы, транслируют эти решения в соцсетях. И вот такой показательный пример интересный, да, вот когда следишь за главой республики Тува, если есть какие-то проблемы, типа лесные пожары, да, то он, соответственно, едет прямо в эпицентр этих пожаров, да, ведет прямой стрим через ВКонтакте, где он помогает МЧС, да, и, соответственно, местные жители все знают, что, ну, ситуация под контролем, да, что вот сам глава республики присутствует там. Если замело снегом, значит, основную федеральную трассу, то он тоже стоит там, да, помогает МЧС, ведется тоже. С жезлом или с лопатой? Он организатор, он стоит на месте, да, он, на самом деле, доводит до избирателя информацию о том, где какие посты находятся с горячим чаем, с бензином, с обогревом, какие участки уже очищены. На самом деле, для большинства пользователей, да, это актуальная информация, то есть им не надо никуда звонить, не надо никуда ехать, они в онлайне видят, что происходит. Это реально крутой пример того, как, на самом деле, если захотеть, то можно это все взять и сделать. Ну, и, соответственно, роль самого Шалбама Валерьевича, да, она там тоже, наверное, такая достаточно значительная. И избиратель, зная о таких проблемах, видит их решения, у него формируется устойчивое и позитивное отношение к эффективной местной власти. И для примера, да, вот некоторые цифры, вот у главы республики за год было всего опубликовано 1706 постов, на которые, вот обратите внимание, это реальные цифры, миллион 842 тысяч реакций подписчиков за год. Я вот знаю, что у нас часть коллег вручную снимает замеры в социальных сетях, то есть, ну, на самом деле, это прошлый век, да, и, ну, сегодня, наверное, так больше нельзя работать, почему? Потому что вот эти данные вручную как бы не снять. В смысле? Ну, да, да. Он должен, чтобы у него все они, все работали, вся система. Да, да, да. Он должен информировать, он должен информировать о том, что происходит, и народ, ну, точно... Не хватит одного главы на все дороги. Не хватит. Хорошо, что она у них там одна, да, основная, поэтому я думаю, что он справится, справляется. И как результат мы видим с вами, да, устойчивые коммуникации с избирателем, и, соответственно, как результат устойчивая ситуация. И, в целом, в республике. Ну, и еще раз напомню о том, что будет у нас мастер-класс. Регистрируйтесь. Вот. Ну, и я постараюсь описать все основные инструменты, которые помогут вам в анализе того, что происходит в социальных сетях, потому что без них там в ближайшие два года, наверное... Виталий Павлович, огромное спасибо, очень интересно. У меня у вас вопрос, к вам вопрос. Ну, мы, скажем, не обсуждаем вопрос качества организации системы управления в регионах. Кто-то хочет сам бегать от дороги к дороге, это его право, а кто-то заставляет других крутиться и создают систему контроля. Мы сейчас не об этом, вот о вашем проекте. Я, например, давайте, я сейчас не Памфилова, я, например, какой-нибудь Архип Вельможин. И я решила, у меня есть средства, я решила создать, ну, вот так у меня, фирмочку такую, да, ну, типа ботов. И я тогда начинаю искажать ваше пространство виртуальное, которое вы мониторите. То есть я, вот вы говорите, естественно, вы картину снимаете, а я сознательно, то есть подбрасываю вам такие штучки фейковые, да, вот. Ну, вот так грамотно так раскидываю, и я вам вот искажаю эту картину. Вот у вас есть защита от этого, или, понимаете, тут ведь два момента, насколько вы уверены, что то, что вы мониторите, это реальная виртуальность, а не искусственно сформированная. Каким образом можно влиять на то, что, на качество мониторинга, скажем, до, когда вы его осуществляете, или потом на его основе, обладая этой информацией, искусственно его менять? Понятно я сказала? Да, я понимаю. Давайте я вот пример приведу небольшой. Мы делаем замеры постоянно на основных таких выборах, и прошлую осенью мы делали замеры, ну, по таким крупным регионам, не буду говорить по каким, вот. И, соответственно, мы понимаем, что часть из них, они, грубо говоря, балуются какими-то вариантами, да, какими-то инструментами. Мы знаем все эти заходы, потому что у нас помимо просто исследовательских активностей есть еще и практические, то есть мы анализируем то, что происходит. Скажите, вы, вот, когда президентская компания была анализировали, вы можете сказать, вот, все эти, скажем, от имени одного из кандидатов, фамилия сейчас уже, от Грудинина, там было, ну, просто такого, то есть мы, мы просто у нас Диму давались, вот эта активность из ботов социальная. Вы тоже заметили, я могу объяснить, откуда, да, я видел, да, 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 они придумали новый способ, они через репосты, они, так как у нас запрещена политическая реклама во Вконтакте, да, они, соответственно, ну, все ищут, мы свои способы какие-то нашли, они свои нашли. Они придумали такую фишку, они через всех своих членов партии активных, которые присутствуют во Вконтакте, они стали репостить основные посты. И вот первое, на что я вот обратил внимание, когда мы делали замеры по Грудинину, у него, у его основных, значит, видео были гигантские охваты. Я вот цифры сейчас не помню, но просто помню, что у него одно видео имело 47 тысяч репостов. То есть для одного видео простого политической рекламы это гигантские показатели 47 тысяч репостов. Мы стали анализировать, кто репостил и куда, и, соответственно, увидели, что это их члены партии стали, соответственно, репостить. Я думаю, что они не по зову души это стали делать, а, скорее всего, это была какая-то команда сверху, что, типа, ребята, сделайте, и вы получите большой охват. То есть вы только Вконтакте это отслеживали, да? Нет, мы на самом деле мониторим в Фейсбуке. Но ведь там же, то есть вот другие, мы заметили крупные профессионально работающие фирмы, мы заметили, я не знаю, как, но надо отдать должное. Я не знаю, конечно, Грудинин не Трамп, но вещи позаимствовал кое-какие, да. Можно вот два нюанса дополнить. Значит, смотрите, мы проводим замеры еще и по Фейсбуку, но проблема в том, что по Фейсбуку у нас охваты в 10-20 раз ниже, чем по Вконтакте. Поэтому в регионах, вот в той же ТВ, бессмысленно анализировать, мы пытались сделать какие-то срезы, но там всего 2000 подписчиков, тире 3000 было зарегистрировано, и активности практически никакой. Поэтому бессмысленно в регионах по Фейсбуку. Значит, по последнему, вот по поводу того, что иногда какие-то крутые компании, значит, начинают что-то делать, это легко выявляется прямо вот на первом этапе. И я, в принципе, делал обзоры по последним компаниям. И вот несколько вариантов есть того, как распространять типа активности. Самый простой, один приведу пример, но он очень забавный. Значит, есть, грубо говоря, вот административный ресурс, и все органы, значит, власти, там, ну, допустим, транспортные, там, организации государственные, местные управы, они начинают репостить эти новости какие-то, массово лайкать, и они поднимаются по индексу вовлеченности, по ерпосту, да, очень высоко. Но это вот на, прямо на первом этапе очень легко отследить на ручном фильтре. Выявляются все основные вот эти, кто делает репосты, если мы их убираем, мы получаем реальную картину, которая идет от избирателя, а не от их людей, которые просто чисто по зарплате зависят, да, от команды. И с коммунистами то же самое, мы, соответственно, когда очищаем, мы видим, какая реакция, то есть нам интересна всегда реакция избирателя, а не зависимых людей. Огромное спасибо, мы оценили ваш потенциал, подумаем. Но не все более. Спасибо. Нет, пока все понятно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Да, да, спасибо. Все, кто... А, вопросы, да, пожалуйста, вы хотели, да, вопросы. Все, кто захотел... Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Элла Александровна, Виталий Павлович. Вот я смотрел презентацию по подписчикам в Ютубе. Меня зовут Лукачин Никита, я из Санкт-Петербурга. Там было где-то, сколько там, 60 тысяч подписчиков. Вы знаете, что это как бы дети? Ну, это школьники. Это... У нас нету надежных парсеров по Ютубу. Да, ну, смотрите, в Санкт-Петербурге в сообществе Контакта Навального 14 тысяч человек. В Ютубе 6,5 тысяч человек. Все дети. И просто смотреть на... Не, а в чем проблема? Нет, я просто... Эти дети завтра будут избирательны в 21 году. Пусть человек, просто это, ну, это, ну, считать, что это подписчики, но это, мне кажется, более... Нет, так мы их даже по ГЕО не знаем. Они могут быть из Украины. Да. То есть, если ваш вопрос дальше как бы продолжать, понимаете, мы даже по ГЕО не понимаем. Поэтому... У нас есть надежные парсеры по ВКонтакте, и мы по ВКонтакте получаем конкретно репрезентативную картину всю. Поэтому мы опираемся, прежде всего, на ВКонтакте. А работа в Ютубе, она, в принципе, тоже важна. Почему? Потому что в прошлом году произошли, ну, даже не в прошлом, а позапрошлом, отток от традиционного ТВ, они пошли все в Ютуб. И федеральный канал, я извиняюсь, дернулись только вот, там, год назад, увидели эту тенденцию оттока, да, и пошли туда. Поэтому, да, Ютуб важен. Просто, да, я согласен, да. Через год, через два он будет играть. По очереди, по очереди. Сейчас, когда дается ответить. Да, кардинальную роль, да. Просто я лично видел, что вот, лично я вижу, Единая Россия, ЛДПР, Парлью Россия и КПРФ. Больше, как бы, другие Ютуб источники я не рассматриваю, потому что, как бы, там сидят уже... Нет, для полноты картины мы берем, в первую очередь, ВКонтакте, потому что это самая крупная социальная сеть, там есть все, там есть вот тот перспективный избиратель, который в 21-м году поменяет картину, если Элла Александровна, соответственно, все нам позволит это сделать. И все, картина будет другая, электоральная, и мы по ВКонтакте, по аудитории ВКонтакте сможем для себя понимать вообще, что происходит. Мы легко снимаем показания по их электоральным предпочтениям, реально легко. То есть, там фильтры, парсеры, те, которые есть, они позволяют нам это делать. Причем, вот в нашем СО мы это отработали давно уже, два года назад, а сейчас там зашлифовываем часть из них, из этих инструментов. Ну, я понял, спасибо. Да, но YouTube, он просто как показатель того, что нету должного внимания к избирателю. То есть, если он не системные силы, которые работают, эффективно работают, то есть, сейчас вопрос хорошо не стоит уже, а работают ли социальные сети. Вот мне, например, год-два назад приходилось доказывать людям, что, типа, да, они работают, вот, смотрите, они здесь есть, и там можно собирать вашу аудиторию, конкретно вашу целевую, и с ней эффективно работать. Вот этот вот лидер во ВКонтакте, который был у нас там, у него индексы вовлеченности очень высокие. Мы постоянно, когда делаем замеры, они всегда очень высокие. Это к чему я говорю? Потому что, когда эти дети смогут голосовать, вот эти индексы вовлеченности высокие, да, они сработают на то, что те скажут, а проголосуй вот как надо, да. И эти дети, достав там смартфон, они сделают правильный выбор. Ну, правильный на тот взгляд, кто сказал. Смотря для кого, да, смотря для кого как надо, смотря для кого правильный выбор. Спасибо, спасибо. Спасибо всем, спасибо Виталию Павловичу, и теперь у нас последний выступающий, и потом давайте все вопросы переключим. Ну, пожалуйста, один вопрос.